В Бендерах на мемориале воинской славы демонтировали две пушки. Здесь началась масштабная реконструкция. К 9 мая военные орудия вернут на постаменты, а после Дня Победы ремонтные работы продолжат. Эти две пушки времен Великой Отечественной войны на мемориале славы простояли 60 лет. Сейчас их демонтировали, подъемником опустили в грузовики и отправили на реставрацию. Все это займет чуть больше месяца. Уже к 9 мая их вернут на прежнее место. Отправлены воинскую часть для того, чтобы их привели в порядок, покраска, сварные работы, ремонт. Они будут отреставрированы, приведены в порядок, заменены будут колеса, покрашены и установлены на постаменты. В 44-м, сразу после освобождения Бендер от немецко-румынских оккупантов, на этом месте состоялось братское захоронение погибших защитников. Через 20 лет, в 64-м, братские могилы реконструировали. Проект реконструкции разработал архитектор Валентин Медник. Так здесь появился новый мемориал в виде открытого пантеона. В центре 14-метровая стела. Она напоминает трехгранный штык русской винтовки. Чуть дальше ряды мемориальных плит с именами погибших героев. В этом же году у входа на мемориал были установлены две пушки времен Великой Отечественной войны. Это 76-мм дивизионные пушки на вооружении 1942 года. Образца 1942 года. Это самое распространенное орудие времен Великой Отечественной войны. Они принимали именно такие пушки, принимали участие в Яско-Кишиневской операции, соответственно, в освобождении нашего города от немецко-румынских фашистских захватчиков. После освобождения города Бендера по окончании Великой Отечественной войны, такие пушки находились в Бендерской воинской части. И две из них получили прописку у входа на мемориал. Все 60 лет большого ремонта здесь не было. И вот сейчас мемориал начали реконструировать. Из фонда Кап-вложений на это выделили 2,5 миллиона рублей. Обновят плиты монумента, подпорные стены, плит мемориальных с именами. Высеченные имена будут также обновлены. Все мемориальные таблички с логотипами и с лозунгами также. Подпорные стены при входе, ступени. Вся территория будет обновлена, все покрытие будет заменено на ту плитку, чтобы максимально соответствовать мемориальному объекту. Главная задача реконструкции – сохранить мемориал в первозданном виде, так как его задумал архитектор Валентин Медник 60 лет назад. Реконструкция продлится до 2025 года. Демонтаж пушек – это первый этап. Продолжат ее после Дня Победы.